А вот это, то, что я сейчас скажу, я в Новосибирске не рассказывал. Сейчас я вам скажу одну вещь еще, новенькую. Ну, я раньше раз на лекциях говорил, этот пример приводил. Потому что вы сказали про Новосибирск, я вспомнил этот пример. Одна женщина, там живет в Новосибирске, у нее было двое детей от мужа, и он умер. Оставил тело муж. Она вышла за другого, но, по-моему, ушел от нее. У нее, короче, она осталась одна с четырьмя детьми. И они все маленькие, там, ну, погодки, совсем маленькие дети. И она очень искренний человек, она очень искренне занималась духовной практикой. И очень много... А духовная практика для женщины означает заботиться обо всех. Она обмолилась и заботилась обо всех. Ей постоянно приносили еду, там, деньги и все прочее. И у нее один ребенок был больной. И я говорю, давайте полечить бесплатно вашего ребенка. Так как она тоже была моей знакомой. И она говорит, Олег Геннадьевич, вы меня не уважаете. Я говорю, в смысле? Говорит, вы что думаете, у меня нет денег полечить своего ребенка? Я говорю, так вы не работаете. Она говорит, ну, вы же сами на лекциях говорите, что деньги не с работы берутся, а с правильного поведения. То есть, реально у нее не хватало денег даже полечить ребенка. То есть, человек не работал, маленькие дети, и постоянно все заботились о ней. Потому что она успевала еще заботиться о других. Вот у кого не возникло веры в мои слова, в сердце, поднимите руку. Не возникло. Ну, честно. Это нормально. Это нормально. Это означает, что надо этот опыт пережить. Просто пережить. Но пока вы не пережили его, ничего страшного. Это нормально. Но все равно не забывайте, что внутренняя жизнь дает освобождение, а увеличение наружной жизни порабощает. Не забывайте об этом. Принцент. Да? Что? Наталкиваешься на грубость. Несколько вариантов есть, да. Первый вариант. Вы заботитесь неправильно. Наталкиваетесь на грубость. Это означает, как есть пословица, метать бисер перед свиньями. Если вы очень заботитесь о человеке, который не ценит вас, это значит, что вы не понимаете, как правильно строить отношения. Есть три типа людей. Есть невежественные люди. О них надо так заботиться, чтобы они даже сами об этом не знали. Потому что если они узнают, что вы о них заботитесь, они сразу же захотят с вами пообщаться поближе. Пообщаться поближе означает ругаться на всех или на вас, крыть матом всё вокруг. То есть вести себя грубо. Понимаете? Не понимаете? Я тебе сейчас расскажу про мою жизнь. Ну такое что-то, понимаете? Вот такое. То есть когда невежественный человек, надо так для него заботиться, что он даже об этом не знал. Когда ты заботишься о человеке в страсти, который использует ситуацию в свою сторону всё равно, но не явно как невежественный. Но всё равно в свою сторону. Например, ты извиняешься перед ним, он тебе говорит, я тебе прощаю, но... И дальше чуть-чуть но будет уже. Это означает, что я победитус, а ты проигрантус. Понятно, да, система? Когда вы заботитесь о человеке в страсти, то в этом случае можно показать свою заботу, но не надо никогда желать какого-то результата или взаимности. Не надо желать взаимности. Просто позаботилась и всё. Если человек предлагает свою взаимность в страсти, надо сказать очень тактично «да-да-да-да», но держаться на расстоянии от этого человека, не приближать его. И если вы заботитесь о человеке в благости, то тогда в этом случае вы спокойно знаете, что будет взаимность. Будет взаимность и нечем беспокоиться вообще. Если же вы увидели, что нет взаимности, значит, что человек ещё не в благости. Надо держаться на расстоянии. И так человек должен всегда учиться держать определённый вид дистанции от другого человека. Не с целью пренебрегать им или наслаждаться, а с целью правильно служить ему. Потому что одни люди на такой дистанции могут принимать служение, одни на такой, а другие на такой. Понимаете разницу? Если ты не выбрал правильную дистанцию, вот тогда наступает страдание. Дистанция должна быть выбрана правильно, надо этому учиться. Дистанция не означает не любовь к человеку, потому что я всегда должен желать счастья человеку, вопрос, на каком расстоянии я смогу это сделать. Допустим, муж с женой совсем плохо жить вместе стало. Надо, может быть, разъехаться и желать счастья друг другу, а не ругаться. Близко ругаться, близко жить ругаться — это грех. А чуть-чуть разъехаться и желать всем счастья — это и есть правильное поведение. Если судьба настолько тяжёлая, что мы не можем рядом, надо чуть разъехаться или в соседних комнатах сидеть и в сердце молиться за этого человека. Причём, когда вы начнёте молиться, вы почувствуете теплоту, вам сразу захочется прибежать и повыяснять отношения опять немножко. Нет, надо сидеть и дальше молиться. Не надо бежать и выяснять отношения. И потом вы почувствуете, как вы далеки друг от друга. Потом постепенно в результате молитвы начнёте сближаться. Потом вы поймёте, почему ему так тяжело с тобой и начнёте действовать к нему уже правильно. Это следующий этап развития событий. И тогда он будет благодарен, но при этом сам не будет себя правильно вести. Это значит, что судьба ещё не побеждена, надо держаться на дистанции. Дальше молимся, и он уже сам становится благодарным. Он сам становится благодарным, глубже эта благодарность в его сердце входит, и он начинает вести себя уже правильно. Потому что люди, когда любовь между ними действует, они естественно начинают вести себя правильно в жизни. Я не прекрасен, может быть, снаружи, зато душой красив наверняка. Ты погоди, не спеши дать ответ. Да, помните? Ну то есть, когда энергия любви начинает действовать, мужчина становится таким очень благородным, девушка становится смиренной, она всегда кивает, согласна со всеми. Да. Тебе нравится моя шахтёрская специальность? Да. Я всегда хотел быть шахтёром. Всё, совсем согласна. Почему? Потому что энергия любви действует, она искренне верит, что она и хотела быть шахтёром всегда. Алина Иванович, а идёт такая ситуация, что человек психически больной, он над своим спрятом, и не действует на текущую заботу, и не действует на текущую заботу. Видеть просто воплощённую карму и всё. Человек не действует, действуют духи через него. Поэтому к нему не надо относиться по факту, как к человеку. Надо просто нейтрализовать влияние этих духов. Если для этого нужно напоить лекарства, напоите лекарства. Для этого нужно ещё что-то сделать, а изолировать человека, изолируйте. Это не означает, что вы к человеку плохо относитесь. Он ничего не помнит в это время. Там человека нет. Там живут духи. Душа в это время спит. Она не действует через это тело. Но надо понять, что есть возможность вылечить такого человека. Надо стремиться к этому лечению. Надо искать лечение. Лечение психических больных людей всегда означает только одна вещь. Это духовная сила. Нужно искать старцев, которые могут помолиться за них. Также голодание, очищение организма помогает. Если он голодает. То есть есть какие-то способы. Мы пытаемся вот эти психические каналы пробивать корой деревьев у больных таких людей. Но если они только в состоянии ремиссии. И иногда дает хороший результат, такие люди начинают получше, адекватнее себя вести. Приступов нет. То есть надо все использовать. Пытаться разными способами. Есть чисто механические способы пробивать каналы. А есть духовные способы сжигать вот эту энергию, которая забила тонкое тело и не дает душе там действовать. В это забитые каналы входят духи и там сами живут. Это очень тяжелая карма и как бы с ней надо вот так. Строго, сильно. Не надо здесь эмоций, сентиментов. И все равно с человеком не контактировать в это время. Его там нет. Он есть, но он не действует, не действует, не активен. То есть он делает терпение, как это делать? Надо дистанцию выбирать правильно, что-то не терпеть. Ну поймите, что вы сделаете для него, как человека. Молиться это означает побеждать судьбу. Насколько ваша молитва способна победить психическое заболевание, это другой вопрос. Но если вы молитесь, вы побеждаете судьбу уже. Как только вы начали, вы уже побеждаете. Объем работы огромный, огромный. Но каждый шаг ваш ведет к победе. Я могу вам предсказать, какой результат будет вашей молитвы. Результат будет такой. Если вы будете молиться сильно, то вы почувствуете реально, кто вылечит этого человека. И как, и где, и когда его можно вылечить. Вот это будет результат вашей молитвы. Потому что таких людей обычно лечат силы природы. Иногда с помощью проруби они вылечиваются, иногда с помощью голодания или сырых продуктов. сырые продукты пробивают каналы психические. Иногда, если они живут в горах, допустим, какое-то время, или просто в монастыре человек такой живет рядом с монастырьской гостинице. У него пробиваются каналы от этой атмосферы. Ну, то есть, Бог подскажет, куда, чего, зачем. Это и в сердце все легко достижимо, если вы действительно свой путь проделали. У нас полдесятого, да, заканчивается лекция? У нас практически не осталось времени уже. Можно, наверное, еще пару вопросов, если срочно. Да. А как, то есть, возможно строить отношения с человеком, который поддерживает довольно-таки интоксикацию? Интоксикацию. Как возможно строить отношения с человеком? Стоит ли возвращаться поддерживающие отношения? А все зависит от того, какой человек. То есть, смотрите, если этот человек ваш муж, это одно. Если вы с ним давно встречаетесь, это второе. Или это просто вы познакомились, это третье. Бывший молодой человек. Бывший молодой человек просто встречаетесь, не ваш муж. Еще не муж. Но уже привязались. Понятно. Смотрите, как поддерживать отношения? Надо понять одну простую вещь, что есть три слоя жизни у каждого человека. В том числе и у вас. Три слоя жизни. Жизнь невежествия это один слой. Наркомания, пьянство, разврат это энергия невежества. В этом слое семьи не бывает. Там нет семьи в этом слое. Не бывает семьи. В невежестве семья не создается. Поэтому, если вы привязаны друг к другу и он находится в этом слое, это означает, что о семье речи нет никакой. Вы должны жить в молитве и пытаться победить судьбу с помощью молитвы. Бог вам даст два варианта. Первый вариант. Он исправится, этот человек. Второй вариант. Вы поймете, что вам не надо дальше тратить время и искать себе другого. Или то, или то. Не знаю, какой вариант будет. Неизвестно сейчас. Надо просто искренне молиться и все. И вот победа вот в этом будет выражаться. Смотрите, жизнь в страсти следующий слой жизни. Жизнь в страсти это когда мы стремимся к приобретениям, к этой жизни. В этом случае у людей нет возможности раскрывать сердца, они строят формальные отношения друг с другом. Семья возможна, но временно. обычно 7, 8, максимум 10 лет и до свидания. Если мы просто стремимся к приобретению и занимаемся духовной жизнью, жить вместе долго невозможно, потому что нет глубоких отношений, нет жизни. Просто на сексе всю жизнь не проживешь. Нужны отношения вот эти вот, которые духовной практикой занимаются. Но когда мой близкий человек в страсти и я занимаюсь духовной практикой, семья возможна. Это означает вот как раз мы пошли вверх. То есть человек невежести семью создавать нельзя. Если вы уже с ним живете и он выпивает, пьянствует, ведется, значит просто отодвиньтесь подальше и выполняйте свои обязанности. Не ждите от него личной жизни. Не надо этого делать. Это уничтожит отношения. Просто держитесь подальше, выполняйте свои обязанности, молитесь. Если он не выйдет из невежества, то Бог вам даст другую жизнь. То есть сдавать экзамены обоим придется. ты сдала свой экзамен, дальше ему сдавать. У него сразу раскаяние появится, у него голос совести начнет выть в сердце и у него будет два варианта. Или уйти просто из семьи, или перестать пить. Все. Других вариантов нет. Не бывает такого, чтобы он не среагировал. Потому что всегда мы живем только для сдачи экзамена. Приходит время, женщина сдала свой экзамен, она в это время уже не беспокоится о том, что он пьет, она ему простила. дальше ему сдавать свой экзамен. А третий этап это как раз вот то, о чем и мечтали большевики. Это как раз вот это вот и есть то, ради чего человек живет. ушел, ушел, что делать? Ушел, ушел. Который не достигает в жизни? Ничего не делает. Что делает? Как поддержать сына? Видите, все ваши вопросы направлены на результат. Видите, у меня спрашивают, о чем? О результате. Это означает, что понимания нет того, что надо делать на самом деле. Вот как девушка спросила, что такое духовная жизнь? Объясните мне, Олег Иванович. Духовная жизнь начинается с того момента, когда человек знает, что не надо спрашивать о результате. результат будет обязательно. Надо немедленно начать духовную жизнь. Потому что одна женщина подошла ко мне и говорит, Олег Иванович, опять что, она меня спросила, как помочь своему сыну, так же, как вы? И я говорю, как помочь? Она такая, я не успел даже рот открыть, она сказала, опять молиться, что ли? вот как поддерживаешь словами? Никак не поддерживаешь словами. Я тебя люблю, но вы же его не любите. Вы любите, сейчас объясню, смотрите, вы любите не его. для того, чтобы его полюбить, надо вам всем сердцем молиться святому человеку. И когда вы простите ему его судьбу, тогда вы его полюбите. Человека можно полюбить только целым, вместе с его плохим периодом. Человека можно полюбить только целым. Мать любит не сына, она любит счастье, которое от него исходит. Как? Митя, вы о чем сейчас говорите? Вы говорите Олег Геннадьевич, все равно он должен быть счастливым. а я вам говорю нет, все равно он будет жить так, как ему положено. И женщине очень трудно объяснить, что ребенку ее придется жить так, как положено, а не так, как она хочет, потому что она требует счастья от своего сына. Она говорит Олег Геннадьевич, я хочу, чтобы у него все было хорошо. Почему вы хотите, чтобы у него нет? И опять дайте, нет, Олег Геннадьевич, нет. Один учитель говорит, я тебе все время хочу помочь, а ты все время мне отрицаешь, все время говоришь нет. И ученик говорит, мой учитель, я вам не отрицаю. Похоже, что у нас с вами беседа не получится. Следующий вопрос. Режим принятия пищи, никакого режима. Нет, не нет, а да. Когда мать кормит, есть режим, означает влияние солнца. Когда человек находится под влиянием к солнцу, то карма начинает действовать. Солнце это колесо времени, кава-чакра. Колесо времени, через него действует карма. Когда женщина кормит, вынашивает ребёнка, и ребёнок до пяти лет, все эти личности не находятся под влиянием солнца, они находятся под влиянием луны. А луна это тот объект, который освобождает от кармы. Люди находятся под влиянием луны, нет никакой кармы. Допустим, луна также дает людям любовь. Поэтому, когда люди любят друг друга, и они когда ночью зачинают ребёнка, то у них нет расписания режима дня. Они просто любят друг друга и не спят всю ночь. Потом спят днём, и это не является грехом уже. во сколько хочешь, когда кормишь грудью. Завтрак обедать, ужинать во сколько хочешь. Нет проблем. Ему сейчас не скажешь, что скажет, Рыгеннадь сказал, расслабься. Пока я кормлю грудью, живу как могу. вас дядь дядь начинал вопрос. Скажите, пожалуйста, куда душа самоубийца попадает? Душа самоубийца, вот то, что я видел, то, что обычно происходит, она остаётся на земле и живёт, не имея возможности жить. То есть, она пытается строить отношения со всеми, но возможности нет, и она сильно строгает. Это так называемая жизнь в тени привидения. Но когда за неё молятся люди, постепенно вот это вот оказание заканчивается, и она уходит в следующую жизнь. Нужно за неё молиться, за такую душу. А как молиться, я говорил, надо думать о святом человеке и просто ему молиться. Не надо думать о человеке, который убил себя. Так как вы с ним связаны, вы родственники, он очистится сам в результате вашей молитвы к святому человеку. Да? Как? Является ли человек самоубийцем, если он случайно умер от анализировки наркотиков? Является человек самоубийцем, если он умер перед анализировкой наркотиков? Да, он является самоубийцем, потому что он же убивал себя постоянно, просто не сразу убил. Наркотики кого-то означает убивать себя. Это было нечасто. Он нечасто убивал себя, да? По немножечку себя убивал? Убил, нечаянно убил себя, ну вот сам убийца значит, молитесь за него. нечаянно вы нечаянно вы в гражданском браке с молодым человеком живете. дальше. у вас замечательные отношения и бывшая жена в разводе два раза не женился, она теперь третий раз хочет, да? У них есть ребенок. И в чем ваш вопрос? Ну вот есть ребенок и что? А, то есть смотрите, то есть у нее появился ребенок от другого мужчины, да? И он и оставил. Она просит теперь вашего мужа усыновить как бы этого ее ребенка, который у нее там получился. А потом попросит еще их следующего усыновить, да? То есть она получается работает как комбинат по производству детей для вас. Так? И что делать теперь, да? То есть она штампует детей для вас, да? И для себя для вас. Ну это просто хитрый ход. Вы сженились уже с ним, пускай он сам выберет. Или он к ней возвращается и всех усыновляет, кого она там нарожала или он остается с вами и не усыновляет. Оставляет с собой только своих. Знаете, он у вас немножечко слабохарактерный, поэтому вы просто как бы молитесь за него, хорошо? Проблема в том, что вы пытаетесь за него решать вопрос, который он сам должен решить. В этом проблема ваша, а не его. Воспитывайте его. Скажите, не спрашивай меня об этих детях, это твои проблемы, ты сам должен их решить. Знаете, вам надо просто разобраться в этих отношениях, сейчас беспорезно это все говорить, надо просто молиться, разбираться, то есть вы мне говорите, я люблю этого человека, но я не могу ему сказать сейчас, эй, она тебя любит, возвращайся, это ваши отношения, понимаете, вы сейчас перекладываете на меня свои проблемы, я не могу их решить, это ваши отношения. Совет такой, молиться и ждать, что будет дальше. Вы хотите немедленно, чтобы все вернулось, а он немедленно не возвращается, потому что человек сейчас метается между двух огней, он не выбрал то ли туда, то ли сюда, но это значит, что вы ничего не сделаете, вы молитесь и ждите, чтобы он выбрал, когда он выберет, тогда все произойдет, или он туда, и тогда до свидания, или сюда, тогда здравствуй. вы мне говорите, знаете, о чем сейчас меня спрашивают? Олег Геннадьевич, не надо мне это говорить, я хочу только здравствуй. Так вот это и есть иллюзия, потому что судьба не всегда говорит здравствуй, иногда говорит здравствуй, иногда прощай. сейчас мы будем об этом говорить, сейчас у нас последняя часть, я сейчас об этом скажу, да, заканчивать уже, потому что мне надо за 5 минут уже вообще все закончить, а мы еще должны сейчас тренинг проводить, поэтому мы однозначно задержимся, я хотел бы не слишком сильно, поэтому давайте, я, во-первых, очень благодарен вам всем за то, что вы здесь со мной и за эту прекрасную беседу, потому что вы благословили меня вот этой лекцией, то есть вы были очень открыты, доброжелательны ко мне, и у нас получилась такая легкая, такая необычная лекция была, легкая такая ненавязчивая беседа, мы с вами общались, каждый зал высказывался, у нас как семья большая была, и 700 человек, здесь, итак, как молиться и как настрой вот этот читать, это одно и то же, мы сейчас об этом две минутки скажем, будем дальше тренироваться, потому что только в тренировке понятно становится, как молиться и как это делать, пытайтесь сейчас понять одну простую вещь, что только практика создает правила, вот в данном случаях, обычно в жизни человек сначала должен выучиться что-то делать, он должен сначала выучиться быть хирургом, чтобы потом делать операцию, но здесь совсем другое, только практика создает правила, вы когда начнете молиться, вы потом с помощью этой молитвы и узнаете, как вам конкретно вам молиться, потому что у каждого человека абсолютно все индивидуально, я вам сейчас расскажу ту практику, которую я совершаю, которая мне дает силу, но это всего лишь для вас повод попробовать так же, потом у вас будет все равно все свое, первое, что я делаю, я включаю голос возвышенного человека, который вместе со мной, рядом по диктофону, читает молитвы, когда я вместе с ним это делаю, я получаю от него вдохновение, необходимое мне для того, чтобы концентрироваться, я сижу неподвижно, потому что когда человек сидит неподвижно, концентрация очень сильно возрастает, следующее правило, я ставлю перед собой изображение, то есть то, что я считаю святым, это может быть священное писание, может быть молитва написанная, может быть изображение святого человека, может быть изображение Иисуса Христа, допустим, Богородицы и так далее, понимаете, то есть это то, что вы считаете святым, дальше что вы делаете, вы повторяете ту молитву, которую вы верите, и кланяете святому человеку с целью получить с ним близкие отношения, близкие отношения со святым человеком не означает, что он будет выполнять мои желания, близкие отношения со святым человеком означает, что я хочу ему служить, неважно останется со мной этот человек или не останется, я хочу тебе служить, я хочу тебе служить, я хочу отвлечься от своей ситуации жизни, я устала быть родными своих желаний, я хочу тебе служить, я хочу тебе служить, пожалуйста, покажи мне свою чистоту, я хочу отдавать это другим людям, я желаю всем счастья, вот сейчас внутреннего состояния, я хочу тебе служить, поэтому я желаю всем счастья от твоего имени, твоей силой, от твоего имени, с твоим настроением, а не с моим. Как только человек отвлекается от себя самого, так только и он начинает заниматься духовной практикой, потому что духовная практика никогда не бывает в сфере моих желаний, она бывает только в сфере служения, и в сферу служения можно войти только по милости чистого возвышенного человека. Вот такой путь человек должен проделать для того, чтобы отвлечься от своей судьбы и так ее победить, потому что победить свою судьбу можно только со стороны. Как только человек отвлекается от своей судьбы, он уже знает, что делать с этого момента, а если он будет продолжать дальше молитву, то Бог даст ему еще и силы это все сделать. Понятно, да, как работает система? Все сели прямо? Давайте проведем этот тренинг. сейчас надо спокойно повторять «Я желаю всем счастья» и вот настраиваться на то, о чем мы говорили. так вы сможете узнать, как молиться постепенно со временем. Я желаю всем счастья. 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 Я шиваю всем счастье. 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 Я желаю всем счастья! Я желаю всем счастья! Спасибо вам большое! Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, всего самого светлого в вашей судьбе. Я очень благодарен вам за то, что вы были со мной все это время. Спасибо вам всем большое! Спасибо вам большое! Сейчас исполнится моя мечта, так как принесли много цветов, то мы можем всем раздать, девушкам или мужчинам, если он хочет подарить своей жене. Вы подходите за цветочками. Я еще хочу сделать одно маленькое объявление. У нас есть фестиваль «Благость» на Черном море в Анапе. Начинается 30 сентября. Две недели будут такие лекции проходить, тренинги всякие, концерты и так далее. Если у кого-то хочется отдохнуть в такой обстановке, приезжайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!